у вашего скорейшего подключения сегодня мы будем прорабатывать с вами бессонницу те у кого бессонница те кому тяжело заснуть те кто мало спит да у кого есть проблемы с нервной системой то этот эфир специально для вас у кого проблемы со сном поставьте пожалуйста плюсик у кого проблемы с нервной системой у кого постоянные мысли ночью кто не может заснуть просыпаюсь часто ночью просыпаюсь и не могу заснуть долго засыпаю всякие мысли лезут в голову просыпая засыпаю хорошо но просыпаюсь ночью поверхностный сон просыпаюсь не раньше трех часов ночи просыпаюсь в три часа и не могу уснуть я дам очень крутую технику которая проработает поверхностную фазу сна глубокую фазу сна и еще глубже да то есть разные фазы сна будем лечить разные фазы сна прям глубоко глубоко прорабатывать наш сон вот вообще эта методика делается с помощником она немножко делается иначе но я ее переделала да эта методика вообще делается с двумя людьми да то есть обязательно но должен быть второй человек у вас рядом но так как я не смогу сейчас вам объяснить как это делать с помощником не у всех сейчас есть помощник рядом поэтому я ее упростила немножко переделала и я ее сделала так чтобы вы смогли сделать ее самостоятельно вот поэтому мы будем делать сегодня эту методику у вас должен сон улучшится в знак благодарности за эту методику я вас попрошу просто написать свой отзыв как вы сегодня заснете да то есть мы сейчас поработаем и напишите мне пожалуйста завтра в личные сообщения как вы спали как у вас прошел сон как вы себя чувствуете для меня будет это очень очень ценно очень ценно я во первых за вас переживаю потому что я эту методику немножко переделала для того чтобы вы смогли ее сделать самостоятельно вот тоже хочу вам признаться хочу вам признаться я последнюю последние две недели просто по 10 по 12 по 14 часов работала я устала как собака простите меня за прошение я вчера тоже у меня есть менеджер который разрабатывать стратегии всякие полезности чтобы мы вам выкладывали то есть какие-то пользы вот эти красивые stories да если кто-то заметил что очень много красивых stories появилось которые мы сейчас для вас делаем из мой любовь ее зовут женщина потрясающе она мне дала вчера задание я ничего не смогла сделать я вот как приехала у меня сразу у меня мозг отключился я вчера спала целый божий день вот я настолько сильно видимо за две недели устала и сегодня вот я сходила на завтрак я опять спать то есть у меня у меня прям такое сонливое состояние но я знаю у меня такие состояния бывают когда очень много работаешь то есть я из них выхожу где-то через дня два-три вот я знаю то есть потом у меня приходит такое так как бы сонливое состояние и где-то он длится 234 дня максимум и потом опять и терминатор потом опять и терминатор и кстати у многих людей такое бывает это как знаете заболел или например то есть если вот много-много работы организм начинает заболевать потому что он вам говорит успокойся отдохни перестань работать это да это не совсем апатия это просто это организм вас таким образом создает безопасность для вас то есть он вас таким образом оберегает и в такие дни многие трудоголики в особенности я раньше я бы себя начал ругать ругать настя ну что что лежишь 1000 сегодня ничего не сделала у тебя сегодня столько делу что что лежишь ты сегодня ничего не сделала как можно лежать как можно вообще бездействовать и я пони вот когда я поняла осознала то я в эти дни просто себя наоборот люблю люблю грубо говоря как правильно то выразиться глажу себя по головке знаете очень классная техника есть я когда хорошо отработал или когда я много работала есть это кстати ко сну тоже относится потому что сон он в первую очередь те кто например нервничает почему мы до сих пор методику не начали доделать потому что есть такие нервные анастасия когда будет методика я пришла на эфир давайте уже методику важно очень важно очень разобраться в первой причине разную важно очень разобраться в первой причине бессонницы в первую очередь это ваши повышенные эмоции ваши повышенные эмоции когда вы очень много думаете когда у вас эмоциональная сфера высокая и когда вы перевозбуждены вы намного хуже спите чем больше вы расслаблены тем лучше вы засыпаете чем лучше вы засыпаете вот поэтому очень важно расслаблять себя поэтому когда у вас вот эти апатичные состояния наступают в этот момент особенно трудоголики начинают себя корить говорить ты последнее дерьмо там еще чего-нибудь но много чего мы можем себе гадостного сказать но нужно в первую очередь задуматься что я устал я устал мне нужно просто потюленичать два-три дня я буду огурцом то есть я знаю что вот сейчас у меня такое полусонное состояние я так вот я серьезно этому может эфир перевести может быть чуть-чуть попозже его провести думаю нет я обещала люди ждут люди запланировали если вы много-много работали очень важно очень важно себя хвалить очень важно себя хвалить вот например если я много поработала я делаю как вот запомните технику запомните пожалуйста и делайте ее каждый день и вы будете намного лучше себя тоже чувствовать кто молодец я молодец кто молодец вот слушайте вот эти Похлопывания Кто молодец? Я молодец! Я молодец! Кто молодец? Слушайте Я когда начала Вроде бы простые похлопывания Но когда я начала себя хвалить Когда я начала себя приободрять Что Настя молодец Супер класс Намного круче себя чувствуешь Прям потрясающе классно себя чувствуешь Ну вот Кто молодец Вот сделайте все И напишите эмоции, которые вы чувствуете Кто молодец? Я молодец Кто молодец? Я молодец Напишите свои эмоции, как вы себя чувствуете Те, кто не делал технику благодарности И у вас состояние унылая какашка Я на прямом эфире так называла это состояние Унылая какашка Берете Приведущий прямой эфир по технике благодарности смотрите А сейчас мы будем делать технику со сном Ладно, пускай пока будет включено Смотрите Всем нужно Я буду сидеть, потому что эфир лежа Я не смогу вести Всем нужно лечь на спину И сейчас меня просто слушать Хотя нет, вам нужно будет меня так же видеть В одной руке держите телефон Держите в одной руке телефон Вот Смотрите Если у детей плохой сон То проблема либо в их пищеварении и в глистах Либо в вашей психосоматике То есть проблема в психосоматике То есть смотрите Если ребенок постоянно возбужденный, гиперактивный И выносит вам мозг То задумайтесь не о психосоматике ребенка А о своей психосоматике И нужно не детям прорабатывать сейчас эту методику А именно вам Поэтому оставьте ребенка в покое И занимайтесь сейчас собой, своим сном Вот Глазки Глазки закрываем Нужно лечь Нужно лечь на спину Коленки должны быть согнуты Коленки должны быть согнуты Глазки мы максимально закрываем Глазки мы максимально закрываем Глазки мы закрываем на дыша лежим на спине обязательно коленки согнуты стопы стоят близко к ягодицам стопы стоят близко к ягодицам и начинаем дышать животиком не грудью а именно животиком глазки закрыты и прям дышим животиком дышим животик дышим животиком глазки закрыты все мысли из головы убираем дышим только животом делаем 6 секунд вдох животик надуваем и 6 секунд выдох животик втягиваем хорошо подышали теперь смотрите вам нужно глазки закрыть и представить что вы плывете что вы заходите в реку глазки закрываете смотрите глазки закрыли до подышали животиком теперь заходим представляем что мы заходим в реку продолжаем дышать животиком представляем что мы заходим в реку и что мы плывем по поверхности реки то есть заходим в реку и начинаем а если смотрите кто боится воды кто боится воды потому что это тоже очень важный момент я же те кто не умеет плавать если вы боитесь воды представьте что вы плывете в облаках то есть вы в облаках и плывете по поверхности облаков то есть кому как хочется кто-то кто как хочет кто-то хочет поплавите по облакам кто хочет плывите пожалуйста по поверхности реки заходим в реку или заходим в облака да то есть плывем по поверхности облаков или или плывем по поверхности реки до пока выключу плывем по поверхности реки и начинаем представлять, как мы плывем. И прямо представляем, как мы плывем. Я буду про реку, если вы облака выбрали, выбирайте облака. То есть плывем по поверхности реки. Теперь нужно ненадолго открыть глазки и повторять за мной, простукивать точки. Точнее, не простукивать, а прощупывать. Вот, прощупайте первую точку, это точка незащищенности. Есть ли болезненность в этой точке? Есть ли болезненность в этой точке? Если болезненность есть, мы начинаем эти точки простукивать. Чаще всего, практически у 90% людей, это точка болезненная. Поэтому мы будем сейчас все точки прорабатывать. Мы берем два указательных пальчика и начинаем простукивать. То есть мы сейчас прорабатываем именно сон через реку, через то, что мы плывем по поверхности. То есть мы поверхностную фазу сна прорабатываем. Представляем, что мы плывем по поверхности реки. Глазки у нас закрыты. Представляем, что мы плывем по поверхности реки или поверхности облаков. Берем указательными пальчиками, начинаем простукивать вот эти вот болевые точки. И представляем. И проговариваем про себя. Я люблю и принимаю себя вместе со своей незащищенностью на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала ее. Я отпускаю свою незащищенность и выбираю счастье, любовь, спокойствие и защищенность. Делаем глубокий вдох носом и выдох ртом. Еще раз. Я люблю и принимаю себя вместе со своей незащищенностью на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала ее. Я отпускаю свою незащищенность и выбираю счастье, любовь, спокойствие и защищенность. Те, кто был на самом первом прямом эфире, это другая методика с элементами первой методики. То есть мы прорабатывали на первом прямом эфире эмоциональные точки просто, в зависимости от ситуации. Сейчас мы делаем методику по проработке сна. То есть мы лежим обязательно на спине, то есть положение на спине. Коленки согнуты, стопы рядом с ягодицами. Представляем, что мы плывем по поверхности реки. Кто боится плавать, можно плыть по поверхности облаков. Кому как комфортно. Находим первую точку и начинаем проговаривать слова. Да, я люблю и принимаю себя вместе со своей незащищенностью на самом глубоком уровне. Можете вспомнить ту ситуацию, в которой вы чувствуете незащищенность. Какие мысли вам лезут в голову. О чем вы переживаете, да, в чем вы чувствуете незащищенность. Прям вспоминайте эту ситуацию и начинайте простукивать вот эту вот первую точку. Я люблю и принимаю себя вместе со своей незащищенностью на самом глубоком уровне. С самого первого раза, когда впервые испытала ее. Я отпускаю свою незащищенность и выбираю. Счастье, любовь, спокойствие и защищенность. Делаем глубокий вдох носом и выдох ртом. Теперь следующая точка, это уголок глаза. Это точка разочарования. Точка разочарования. Можете вспомнить, кто вас разочаровал или какая-то ситуация вас разочаровала. Если эта точка болезненная, то простукивайте ее. Лучше ее для профилактики всем простучать. Даже если она не сильно болезненная, все точки простукивайте для профилактики сна, да. Сейчас мы прорабатываем поверхностную фазу сна. Представляем, что мы плывем по поверхности реки, да, по поверхности реки, либо поверхности облаков. Я люблю и принимаю себя вместе со своим разочарованием на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала его. Я отпускаю свое разочарование и выбираю. Счастье, любовь, спокойствие и доверие. Делаем глубокий вдох носом и выдох ртом. Я люблю и принимаю себя вместе со своим разочарованием на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала его. Я отпускаю свое разочарование и выбираю. Счастье, любовь, спокойствие и доверие. Я люблю и принимаю себя вместе со своим разочарованием на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала его. Я отпускаю свое разочарование и выбираю счастье, любовь, спокойствие и доверие. Дальше. Следующая точка, это точка тревоги. Она располагается под глазом, под серединкой, под глазом. Это точка тревоги. Начинаем простукивать эту точку. Представляем, что мы плывем по поверхности реки. Вы плывете по поверхности реки, либо по поверхности облаков, те, кто боится плыть в реке. И начинаем простукивать. Я люблю и принимаю себя вместе со своей тревогой. На самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала ее. Я отпускаю свою тревогу и выбираю. Счастье, любовь, спокойствие и умиротворение. Еще раз. Я люблю и принимаю себя вместе со своей тревогой. На самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала ее. Я отпускаю свою тревогу и выбираю. Счастье, любовь, спокойствие и умиротворение. Умнички, молодцы. Следующая точка, это точка стресса. Она располагается под носом. Берем, начинаем указательный пальчик. Ставим под нос и начинаем простукивать. Еще раз представляем, что мы плывем по поверхности реки или поверхности облаков и начинаем простукивать. Я люблю и принимаю себя вместе со своим стрессом на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала его. Я отпускаю свой стресс и выбираю счастье, любовь, спокойствие и защищенность. Отлично. Следующий подбородок, это невыраженные эмоции, точка невыраженных эмоций. Я люблю и принимаю себя вместе со своими невысказанными, невыраженными эмоциями на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала их. Я отпускаю свои невыраженные эмоции и выбираю счастье, любовь, спокойствие и самовыражение. Делаем глубокий вдох и выдох ртом. Обязательно лежим на спине, не сидя. Не сидя, лежим на спине, коленки согнуты, дышим животом. Представляем, что мы плывем по поверхности реки. И еще раз, я люблю и принимаю себя вместе со своими невысказанными эмоциями на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала их. Я отпускаю свои невысказанные эмоции и выбираю счастье, любовь, спокойствие и самовыражение. Очень важно, когда вы простукиваете, представляете ситуации, которые связаны с определенными эмоциями. Невысказанные эмоции, те эмоции, когда вы чувствуете стресс, то есть прям представлять эти эмоции. Те эмоции, это когда вы чувствуете тревогу, те эмоции, когда вы чувствуете незащищенность. Да, это незащищенность. Следующая точка, это точка страха. Она располагается под ключицами с двух сторон. Мы начинаем простукивать, да, тоже я вам рекомендую представлять ту ситуацию, когда вы чувствуете страх. Сейчас мы прорабатываем именно сон, поверхностную фазу сна, поэтому мы представляем, что мы плывем по поверхности реки, представляем ту ситуацию, когда мы чувствуем страх и начинаем простукивать. Я люблю и принимаю себя вместе со своим страхом на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала ее. Я отпускаю свой страх и выбираю счастье, любовь, спокойствие и защищенность. Я люблю и принимаю себя вместе со своим страхом на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала его. Я отпускаю свой страх и выбираю счастье, любовь, спокойствие и защищенность. Еще раз. Я люблю и принимаю себя вместе со своим страхом на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала его. Я отпускаю свой страх и выбираю счастье, любовь, спокойствие и защищенность. Умнички, молодцы. Осталась последняя точка для поверхностной фазы сна. Чем лучше вы ее проработаете, тем глубже вы заснете. Те, кто опоздал, ничего страшного, эфир сохраним, но лучше сейчас тоже прорабатывать, сейчас тоже все точки делать и еще раз повторить, пересмотреть прямой эфир. Дальше. Ставим следующую точку под грудь. Под грудь с правой стороны. Именно правая сторона обязательно. И начинаем простукивать под грудью кулаком. Я люблю и принимаю себя вместе со своим гнивом. То есть это точка гнива у нас. Я люблю... У кого-то очень больно. Вот даже прикоснуться нельзя будет. Вот под грудью, на ребрах, вот ребра простукивать, кому-то будет очень сильно больно. Значит, чувство гнива у вас 100% выражено. Поэтому начинаем его простукивать, тем самым мы будем более спокойны. Представляем, как мы плывем по поверхности реки, да, прорабатываем поверхностную фазу сна. Глазки у нас закрыты. Обязательно лежим на спине, дышим животиком. И начинаем проговаривать фразы, простукивая, простукивая одновременно вот под грудью с правой стороны. Я люблю и принимаю себя вместе со своим гневом на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала его. Я отпускаю свой гнев и выбираю счастье, любовь, спокойствие и умиротворение. Делаем глубокий вдох носом и выдох ртом. Еще раз. Я люблю и принимаю себя вместе со своим страхом, гневом, прошу прощения, на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда впервые испытала его. Я отпускаю свой гнев и выбираю счастье, любовь, спокойствие и умиротворение. Умнички, молодцы. Если вы где-то в каких-то точках чувствуете прям огромное-огромное, прям болезненность огромную, у нас просто эфир не резиновый, а нам надо успеть сейчас еще все проработать. Так как у нас эфир не резиновый, поэтому сейчас мы проработываем глубокую фазу сна. А там, где у вас были очень сильные болезненности, я рекомендую вам после прямого эфира еще раз пройтись по болезненным точкам и простучать их до тех пор, пока болезненность полностью не уйдет. Тем самым вы очень-очень хорошо проработаете свой сон и сможете сегодня хорошо заснуть. Те, у кого есть проблемы со сном. Сейчас мы более бегло делаем. После того, как мы проработаем, запоминайте те точки, которые у вас самые болезненные. Первая точка, то есть точка незащищенности, точка разочарования, точка тревоги, точка стресса, точка невысказанных, невыраженных эмоций, точка страха и точка гнева с правой стороны. Где самые большие болезненности, возвращаетесь, представляете, что плывете по поверхности реки и прорабатываете всю болезненность до тех пор, пока болезненность полностью не уйдет. Тем самым вы намного-намного лучше сегодня заснете. Намного. Вот прям намного лучше. Поверьте мне, кажется, странная методика, но я после этой методики на 14 часов прям отключилась спать и прям очень хорошо выспалась. У меня потом нервная система очень хорошо восстановилась, я себя очень хорошо чувствовала. Продолжаем дальше. Продолжаем дальше. Теперь мы будем прорабатывать глубокую фазу сна. Глубокую фазу сна. Вот. Берем. Представляем, заходим в реку. Или заходим в облака. Те, кто боится плавать. Кто-то заходит в облака, кто-то заходит в реку. Можно либо облака, либо реку представлять. Лежим обязательно на спине, дышим животиком. И представляем, что плывем уже в глубине реки. У нас есть трубка, мы можем дышать. Нам поступает кислород. То есть не бойтесь, что там вы не сможете дышать на глубине реки. Все нормально. То есть, либо можете задержать дыхание. Все хорошо, все с вами нормально. Плывем по глубине реки. Закрываем глазки. Находим первую точку незащищенности. Она на начале брови у нас располагается. И начинаем простукивать. Я люблю и принимаю себя. Вместе со своей незащищенностью. Прямо представляйте ситуацию, где вы чувствуете незащищенность. И в этот же момент представляйте, что вы плывете по глубине реки. Это очень важно. Представлять, что вы плывете по глубине реки. Тем самым мы прорабатываем глубокую фазу сна. Это метафора. То есть река, река и облака. Это метафора сна. Метафора сна. Поэтому представляем. Также вспоминаем, где мы чувствуем незащищенность. В каких ситуациях наших жизненных. И начинаем простукивать. Я люблю и принимаю себя. Вместе со своей незащищенностью. На самом глубоком уровне. С самого первого раза. Когда впервые испытала ее. Я отпускаю свою незащищенность. И выбираю. Счастье, любовь, спокойствие и защищенность. Делаем глубокий вдох носом. И выдох ртом. Умнички, молодцы. Еще раз. Я люблю и принимаю себя. Вместе со своей незащищенностью. На самом глубоком уровне. С самого первого раза. Когда впервые испытала ее. Я отпускаю свою незащищенность. И выбираю. Счастье, любовь, спокойствие и защищенность. Делаем глубокий вдох носом. И выдох ртом. Умнички, молодцы. Следующая точка. Это точка разочарования. Представляем ситуацию. Там, где мы чувствуем разочарование. Кто-то нас разочаровал. Или ситуация, которая нас разочаровала. Представляем, что мы плывем в глубине реки. И простукиваем. Я люблю и принимаю себя. Вместе со своим разочарованием. На самом глубоком уровне. С самого первого раза. Когда впервые испытала его. Я отпускаю свое разочарование. И выбираю. Счастье, любовь, спокойствие. И доверие. Делаем глубокий вдох носом. И выдох ртом. Еще раз. Я люблю и принимаю себя. Очень важно вдумываться в смысл слов, которые вы произносите. А не просто тупо их произносить. Это очень важно. Прямо прочувствовать каждое слово, которое вы себе проговариваете. Представлять ситуацию. И представлять, что вы в глубине реки плывете. Это глубокая фаза сна. Еще раз. Я люблю и принимаю себя. Вместе со своим разочарованием. На самом глубоком уровне. С самого первого раза. Когда впервые испытала его. Я отпускаю свое разочарование. И выбираю. Счастье, любовь, спокойствие. И доверие. Делаем глубокий вдох носом. И выдох ртом. Еще раз. Я люблю и принимаю себя. Вместе со своим разочарованием. На самом глубоком уровне. С самого первого раза. когда впервые испытала его и отпускаю свое разочарование и выбираю счастье любовь спокойствие и доверие еще дорогие мои если вы плачете я уверена что у кого-то прям подпирают эмоции у кого прям накоплено у кого накоплено я-то себя спокойно чувствую ни в коем случае не держите если вы хотите плакать плачьте пожалуйста ни в коем случае свои эмоции не держите ни в коем случае обязательно плачем обязательно если хотим рыдаем кричим если хочется покричать покричите да то есть это очень очень важно так дальше следующая . . . . тревоги я люблю и принимаю себя вместе с то есть представляем тревогу где мы чувствуем плывем в глубине реки и проговариваем я люблю и принимаю себя вместе со своей тревогой если хотите плакать плачьте на самом глубоком уровне с самого первого раза когда впервые испытала ее я отпускаю свою тревогу и выбираю счастье любовь спокойствие и умиротворение еще раз я люблю и принимаю себя вместе со своей тревогой на самом глубоком уровне самого первого раза когда впервые испытала ее я отпускаю свою тревогу и выбираю счастье любовь спокойствие и умиротворение умнички молодцы я люблю еще раз я люблю и принимаю себя вместе со своей тревогой на самом глубоком уровне самого первого раза когда впервые испытал ее я отпускаю свою тревогу и выбираю счастье любовь спокойствие и умиротворение теперь под носом точка стресса я люблю и принимаю себя вместе со своим стрессом на самом глубоком уровне самого первого раза когда впервые испытал ее я отпускаю свою тревогу и выбираю счастье любовь спокойствие и умиротворение еще раз я люблю и принимаю себя вместе со своим стрессом на самом глубоком уровне самого первого раза когда впервые испытала его я отпускаю свой стресс и выбираю счастье любовь спокойствие и умиротворение отлично след следующая точка не выраженных эмоций я люблю и принимаю себя вместе со своими невысказанными представляете прям ситуации кому вы что-то не высказали не договорили вам не дали сказать вы не выразили свои эмоции которые вы хотели выразить прям представляете эту ситуацию и выговариваете все тому человеку которому вы что-то не высказали или которому долгое время хотели что хотели что-то сказать вот у вас накопилось вот прям накопилось представляете эту ситуацию все высказываете все выговариваете что у вас накопилось в этот в этот же момент представляете что вы плывете на глубине реки и как вы выговариваете эти все фразы эти все слова тому человеку еще раз я люблю и проговариваем слова и проговариваем со мной прям представляете что вы все высказывать я люблю и принимаю себя можно смотрите не проговаривать вот эти слова которые я сейчас говорю можно просто простукивать точку и все что вы чувствуете к этому человеку проговаривать и простукивать вот этот вот подбородок сможете просто выговаривать сейчас фразы и слова которые у вас накопились просто выговаривать и простукивать его подбородку если таких фраз нет вам нечего сейчас сказать то тогда повторяйте за мной я люблю и принимаю себя вместе со своими невысказанными невыраженными эмоциями на самом глубоком уровне самого первого раза когда впервые испытала их и отпускаю свои невысказанные невыраженные эмоции и выбираю счастье любовь спокойствие и самовыражение еще раз еще раз я люблю и принимаю себя вместе со своими невысказанными невыраженными эмоциями на самом глубоком уровне самого первого раза когда впервые испытала его и их и отпускаю свои невыраженные эмоции и выбираю счастье любовь спокойствие и самовыражение отлично теперь берем подключиться начинаем простукивать я люблю и принимаю себя вместе со своими невысказанными эта точка страха тоже представляем когда мы чувствовали страх всю эту ситуацию простукивам я люблю и принимаю себя вместе со своим страхом хотите плакать плачьте пожалуйста не держите хотите кричать кричите хотите убежать представляете что вы куда-то убегаете хотите замереть спрятаться делайте задержки дыхания то сделайте задержки дыхания если вам хочется спрятаться и проговариваем я люблю и принимаю себя вместе со своим страхом на самом глубоком уровне с самого первого раза когда впервые испытала этот страх я отпускаю свой страх и выбираю счастье любовь спокойствие и умиротворение еще раз я люблю и принимаю себя вместе со своим страхом на самом глубоком уровне самого первого раза когда впервые испытала его и отпускаю свой страх и выбираю гармонию счастье любовь спокойствие и гармонию отлично теперь последняя точка у нас для проработки глубокой фазы сна эта точка под грудью прорабатываем я люблю и принимаю себя вместе со своим гневом представляем ту ситуацию в которой мы чувствовали гнев на самом глубоком уровне самого первого раза когда впервые испытала его я отпускаю свой гнев и выбираю счастье любовь спокойствие и умиротворение еще раз я люблю и принимаю себя вместе со своим гневом на самом глубоком уровне самого первого раза когда впервые испытала его и отпускаю свой гнев и выбираю счастье любовь спокойствие и умиротворение отлично супер я включаю комментарии напишите пожалуйста вообще что с вами происходили напишите что с вами происходило сейчас да и напишите свои эмоции как вы себя чувствуете сейчас ваши ощущения вообще как 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 проработка сейчас у вас прошла если вы опоздали вы могли немножко технику не понять те кто присутствовал от начала до конца у него прям должна получиться прям глубокая проработка поэтому напишите пожалуйста словами пожалуйста словами не пальчиками ним смайликами именно словами как вы себя чувствуете словами самая больная точка гнева вот мои хорошие вот у кого болезненные точки вам нужно вернуться еще раз представить что вы плывете а подождите мы с вами не закончили подождите иначе мои хорошие еще раз закрываем глаза я я прошу прощения под потерпите закройте глаза и представьте как вы выходите из реки или из облаков это очень важно закройте глаза и представьте как вы вышли из реки и вышли из-за из облаков чтобы потом голова у вас не болела потому что может голова заболеть, ничего страшного даже если голова заболит, ничего страшного в этом нет, это вообще очень глубокая проработка, то есть это кажется со стороны что-то непонятное, какие-то точки но я вам скажу, что таким образом я свою бессонницу проработала, очень замечательно очень хорошо поэтому напишите, поделитесь пожалуйста своими эмоциями, горечь во рту смотрите, знаете из-за чего горечь во рту у вас расслабилась пищеварительная система, поэтому горечь пошла то есть у вас было настолько сильное перенапряжение в пищеварительной системе, что сейчас вы расслабились, то есть у вас проблема с пищеварением то есть у вас очень сильный спазм у вас очень сильный спазм всех внутренних органов, поэтому сейчас такое как бы может быть такая вот полное спокойствие очень тянет в сон, вот очень важно очень важно, если вы хотите спать, вот прям если есть такая возможность у вас в выходной день, прям поспать тогда 100% у вас сон будет намного лучше и нормализуется. Вы прям выспитесь и вы отдохнете. Вот именно после этой проработки прям замечательно поспать. Прям замечательно. И ваша нервная система и ваш сон, то есть он будет намного крепче, намного слаще. Вот после этой методики будет прям сладкий, сладкий, прям хороший самый... То есть очень здоровый сон будет после этой методики. Поэтому прям проработайте. Какая-то сонная, да. Расслабление полное. Отпустила боль в пояснице. Во! Во! Отпустила боль в пояснице. Вот мы проработали психосоматику и отпустила боль в пояснице. О чем я постоянно и говорю, что многие проблемы действительно от нервов. Я... Смотрите, вот ко мне если приходит человек лечить позвоночник, я вообще абсолютно не психотерапевт, но благодаря кинезиологии, потому что я кинезиолог, да. По первой специализации я врач лечитерапевт, по второй специализации я врач-кинезиолог. У меня два высших медицинских образования. Так вот, кинезиология, она не только про позвоночник. Вот для меня самая лучшая медицина, которая лечит позвоночник, потому что я могу лечить и плоскостопие, и внутренние органы, и позвоночник. То есть и психотерапию, потому что кинезиология, она многогранная. Она не работает только с зубами или только с головой, она работает со всем организмом. Поэтому именно кинезиология для меня это самое долгосрочное лечение. Не путайте с кинезиотейпированием. Тейпы это вообще не кинезиология, это абсолютно другое направление. Не путайте с кинезиотерапией Бубновского. Закидайте меня тухлыми помидорами, но Бубновского я не уважаю как врача, потому что, к сожалению, очень многих моих пациентов он покалечил. Очень многих. Человек 20-30 точно. Не знаю, но очень много покалеченных людей с грыжами, с протрузиями, которые попадали в больницу после его методик. То есть не путайте кинезиотерапию, не путайте кинезиотейпирование с кинезиологией. Это абсолютно разные вещи. Кинезиология это американская медицина. И она работает через нервную систему, она работает с мышцами, со связками. То есть у нее очень много направлений. Я не психотерапевт, но за счет знания кинезиологии я очень много методик применяю на все аспекты здоровья. И на внутренние органы, и на психотерапию. Много-много всего. Те, кто со мной может быть мало знаком, все мои дипломы, все мои сертификаты есть в хайлайтсах. Хайлайтсы это такие вот кругляшочки. Если вы внимательно посмотрите, там есть мои дипломы. И по реабилитации, и по тренерской деятельности. То, что я тренером работала. То, что по реабилитационным методикам, по диплом врача-терапевта, и кинезиологические все дипломы. Вот. Поэтому можете посмотреть. Вот. И очень много видеоотзывов у нас. То есть те, кто... Многие, например, смотрят, Анастасия, а вы точно мне поможете? Или там, например, а как вы лечите дистанционно? Потому что у нас сейчас мы дистанционно работаем. Посмотрите видеоотзывы. Это все результаты дистанционной работы. Там прям видно, что человек на скайпе. Там прям видно, что человек на скайпе, что это дистанционная работа идет. Посмотрите видеоотзывы. Посмотрите до и после фотографий. Их очень-очень-очень много у меня на инстаграм-странице. Просто многие даже не знают, куда заходить, и многие даже не знают, куда тыкать на какую кнопочку. Сейчас я еще прошу вас написать ваши вопросы. Сейчас будет еще буквально 20 минут. Я подарю вам тоже очень классная рубрика «Ответы на вопросы». Она прям сразу начинает собирать огромное количество человек на прямой эфир. Потому что очень большой интерес просыпается у многих людей. Напишите, пожалуйста, мои хорошие, какая у вас вообще жизненная ситуация. Какая-то ситуация, которая вас очень сильно беспокоит, и вы бы хотели эту ситуацию решить. Напишите, пожалуйста, что вас беспокоит. Отношения с детьми, отношения с мужем, отношения с родителями. То есть что вас беспокоит. И мы эту ситуацию прям поразберем. Представляла, как уходит страх, тревога, болезненная точка, незащищенность. Смотрите, Лидия, надо было не представлять, как она уходит. Надо было, наоборот, нагнетать эту эмоцию и простукивать эту точку. Тогда быстрее отпустят. Вот смотрите, когда вы простукивали точки, да, очень важно, наоборот, даже эту эмоцию еще больше усиливать, еще больше представлять. Выражать свои эмоции. Хотите плакать, нужно прям проплакаться. Хотите закричать, нужно закричать. Хотите спрятаться, убежать, нужно сделать задержки дыхания, тогда вам станет легче. То есть, наоборот, нужно не пытаться как-то забыть про это, а нужно это выразить, нужно это прожить, и тогда вас эта ситуация отпустит. Понимаете, нужно немножко неправильно, Лидия, делали методику. Не нужно представлять, что что-то от вас уходит или вы там. Конечно, есть методика. Делаем вдох положительных намерений, эмоций и выдыхаем все самое негативное. Это классная методика, но немножко мы сейчас по-другому это прорабатывали. Я уже спать хочу. Да. Вот я прям советую, если есть возможность поспать, прям поспать. Это самый здоровый сон сейчас будет после методики. Расслабилось все тело, а можно вслух не проговаривать, а про себя лень говорить. Нет, лучше проговаривать, потому что вы включаете жестикуляцию, у вас работает физика тела. Не только эмоциональное тело, но вы, то есть, тем самым вы физику тела в том числе прорабатываете. Если вы только мысленно будете стучать, то вы только ментально будете прорабатываться. А если вы хотите, чтобы у вас большее расслабление всего тела было, то нужно обязательно проговаривать вслух. Стали чувствительные точки. Как часто можно делать? Я советую делать каждый день до полного исчезновения болевых ощущений и эмоций. До полного исчезновения болевых ощущений и эмоций. И нормализации сна. Кстати, сегодня будет пост про бессонницу. Там я дам еще дополнительно советы. Еще дополнительно советы будут. У меня просьба прям поддержать лайком и комментариями. И написать, может быть, какой-то отзыв о сегодняшнем прямом эфире. Я буду очень вам благодарна. Вот. Поэтому в этом посте будут еще дополнительные рекомендации, что делать, чтобы еще лучше уснуть. Чтобы прям вот был хороший сон. Хочется спать. Если начало чесаться, значит, надо до тех пор, пока чесаться, не перестанет простукивать. Вау, круто. И слезы, и зевота. И когда выходило из ощущения, ощущение, как будто грязь смыла. Да, все правильно. Вот согласна с вами по поводу Бубновского. Спасибо за крутую методику. Как вы относитесь к физиопрактике? Я не пробовала эти методики. Не могу вам ничего сказать. При гемангиомах на позвоночнике допускается эта методика, как на массаж. Ничего страшного. Что такое гемангиома? Это доброкачественное сосудистое образование в позвоночнике. И оно образовалось в результате нарушения работы печени и пищеварительной системы. Вот. То есть нужно с печень, с пищеварением прорабатывать, чтобы гемангиомки ушли. Вот. И нужно умеренной физической нагрузкой заниматься. Тогда гемангиомки станут меньше. Вот. А то, что вы там какой-то массаж сделаете, вы же не трогаете позвоночник. Если вы позвоночник не трогаете, ничего страшного с вашей гемангиомой не случится. Расслабилась. Плакала. Обиды с детства воспринималась. Да. Вот нужно это все проработать, прям выплакать, выразить. Не нужно это гасить. Нужно это выражать. Нужно прям нагнетать. Вот нагнетать, нагнетать. Прям наоборот усиливайте все вот эти негативные эмоции и простукивайте точки. Тогда они вот эти... Тогда вас отпустит. Тогда вы будете хорошо себя чувствовать. Хроническая бессонница 10 лет устала, пробовала многое. Моя хорошая, пересмотрите прямой эфир, вы, скорее всего, опоздали. Виктория. И прям сделайте все-все-все методики, которые мы сейчас делали. Бывает, что с первого раза что-то не услышали, что-то пропустили. Вот прям нужно пересмотреть все заново. Я уверена, еще пост, сегодня будет пост про бессонницу. Очень хорошие советы будут по бессоннице. Поэтому, мои дорогие, пожалуйста, зайдите и просмотрите этот пост. Страх внутренний с детьми. Именно отношения с детьми. Отношения с детьми. Сейчас я вам тоже сделаю подарок небольшой. Вот, да, мне нужна конкретная ситуация, чтобы я какое-то со... Ой, что-то со связью произошло. Нормально меня слышно, видно? Все хорошо. Отношения с молодым человеком никак не решиться на серьезный шаг. Вот смотрите. Я не психолог по отношениям, но смотрите. Есть такая методика тапки в сад. Тапки в сад. Это мой бывший психолог, и в том числе мой тренер давал эту методику. То есть вам нужно просто выставить. То есть смотрите. Это как, знаете, вы готовите, стираете, убираете. То есть смысл мужчине брать вас в жены, если вы и так даете ему секс, стираете, убираете, готовите, живете с ним вместе. Зачем ему брать вас замуж, зачем брать на себя дополнительные обязательства. Если и так все, что он хотел, он уже получил. То есть этот шаг серьезный нужен вам, не ему. Понимаете? Когда он может решиться на серьезный шаг? Тогда, когда он поймет, что у него конкуренция. То есть когда, например, за вами начнет ухаживать. Когда вы, например, меньше станете на него обращать внимание. Меньше станете, то есть больше станете заботиться о себе, больше за собой ухаживать. Когда вы... Сейчас я вам скажу. Когда он поймет, что какая-то есть конкуренция. Когда он поймет, что, скорее всего, он вас потеряет. То есть если он сейчас задницу своей не подвигает, если он сейчас не сделает серьезный шаг и не сделает вам предложение, он вас потеряет. То есть если вы ему дороги, да, если он видит, что вы... То есть нужно вести себя не так, как... Потому что, смотрите, не нужно на себя брать обязательства. То есть пока, например, нет штампа в паспорте, вы свободная девушка. То есть вы можете сказать, я свободная женщина. Раз ты не хочешь меня брать замуж, я тогда ищу своего другого мужа, хожу на свидание. Мы можем, мы можем с тобой общаться, если ты хочешь. Мы можем с тобой общаться, но я свободная женщина. Я хожу на свидание. Это не значит, что я, извините, сплю со всеми в кровати, да, и шляюсь, извините за выражение. Я хожу на свидание. То есть показать свою самоценность. То есть вы не шлюха себя выставляете, извините меня за бедность речи, за мой французский. А вы выставляете себя, то есть повышаете свою самооценку. И вы говорите о том, что, ты знаешь, дорогой, на тебе мир не закончился. Есть и другие потрясающие, красивые мужчины. Не обязательно красивые, хорошие мужчины, да. Хорошие, которые готовы за мной ухаживать. Я ищу, я хочу, я хочу семью. То есть, дорогой, котлеты, дорогой, котлеты закончились. Это была, можно сказать, демо-версия. У нас была с тобой демо-версия нашего замужества. Если тебе понравилось, пожалуйста. Если тебе не понравилось, я ищу другого мужа. Ну, не ищу другого мужа, я позволяю себе быть свободной женщиной, я хожу на свидание. Ты же позволяешь себе не брать ответственность. Ты же позволяешь себе не брать ответственность. Я себе позволяю быть свободной женщиной и ходить на свидание, чтобы создать свою счастливую семью. И это будет абсолютно круто завуалировано, понимаете? Ну, не знаю, ответила я на ваш вопрос. Если откликается, вот кому откликается, напишите сердечки, пожалуйста. Кому откликается, вот те, кто со мной согласен, кому откликается, напишите, пожалуйста, сердечки. Вот смотрите, отношения с детьми, внутренний страх – это абстрактные понятия. Потому что я не могу абстрактно вам давать советы. Мне нужна хотя бы какая-то определенная ситуация, чтобы вы написали, чтобы я вам дала конкретную какую-то обратную связь. А вот эти абстрактные понятия отношения с детьми – что отношения с детьми? То есть я не могу на этот вопрос ответить. И тоже хроническая бессонница 10 лет. Девушка моя дорогая, пересмотрите весь прямой эфир и сегодня посмотрите пост. И все рекомендации выполните. Уверена, что уже сегодня вы будете спать намного лучше, моя хорошая. Обняла, поцеловала вас. Вот прям, а то женщина так переживает, уже 4 раза написала, что у нее хроническая бессонница. Вот уже поинтереснее. Хочу наладить теплые отношения с дочерьми. Это, знаете, это проблема поколений. Вот, например, как у меня, вот у меня даже не одно поколение, которое меня растило, у меня даже два поколения, да, разница. Потому что меня растили бабушка с дедушкой, это вообще два разных измерения. И я не скажу, что я была идеальным ребенком. То есть, как только начинались нравоучения, у меня сразу отключался мозг, сразу, автоматически. Как только я слышала нравоучения, я отключала свой мозг. Хотя моя бабушка и мой дедушка говорили очень хорошие, правильные вещи, которые я слышала от других людей. От других людей. И я их воспринимала. Но я не воспринимала то, что мне говорили бабушка с дедушкой. Абсолютно то же самое, да, абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое я не воспринимала, потому что, возможно, это было через высокий повышенный тон голоса. Запомните, когда вы кричите, это все дети, вот запомните. Когда вы орете на своего ребенка, он тем более не воспринимает, что вы ему говорите. Когда вы орете на своего ребенка, он тем более не воспринимает, что вы ему говорите. Как только на меня начинают кричать, я автоматически отключаю свой мозг. Я автоматически не воспринимаю информацию. Автоматически. Вот. То есть, сейчас уже лучше. Потому что у меня все-таки как-то здравомыслие. Я уже более взрослым человеком стала. Я уже как-то с бабушкой немножко более по-взрослому поговорила. Объяснила, как нужно со мной разговаривать, чтобы я ее слышала. Вот. Потому что они у меня и дедушка, и бабушка военные. Военные майоры по званию. И там высокий тон голоса. Это привычная, обыкновенная вещь. Да. Поэтому вот таким вот образом. То есть, во-первых, это разница поколений. Во-вторых, что я хочу вам сказать. Это поставить себя. Очень помогает для того, чтобы... Смотрите. Если вы не можете найти общий язык с человеком, поставьте себя на его место. Поставьте себя на место дочери. Есть такая классная методика. Вы можете сами ее сделать с собой. Это методика расстановки. Это расстановка. Давайте мы ее завтра сделаем. Да. Но мне нужно будет кого-то пригласить на прямой эфир. Блин, это так классно будет. Это прям супер будет. Это... Блин, я сейчас представила. Я сейчас представила. Блин, это будет очень классно. Это будет очень классно. Мы сделаем эту методику завтра. Методику расстановки. Это прям потрясающая методика. Вот. Я поделюсь с вами этой методикой. Вот. Поэтому завтра тоже будет, по-моему... Я не помню. Мы сегодня выставим анонс о прямом эфире завтра. Поэтому смотрите, когда будет прямой эфир. Вот. И обязательно завтра мы сделаем эту методику. Она прям очень классная. Вот. С дочкой, с дочкой. Очень важно вам сделать расстановку. Эта методика не на 5 минут. Я вам сейчас за 5 минут не отвечу на ваш вопрос, как восстановить теплые отношения. Завтра будет методика расстановка. Я вам завтра ее покажу, расскажу. Может быть, даже вы выйдете со мной в прямой эфир, и мы с вами попробуем эту методику проработать. Светлана, вы готовы завтра в прямой эфир выйти? Вы завтра свободны? Напишите, пожалуйста. Все, мои дорогие. Все. Всех обняла, всех поцеловала. Жду. Целую. Обнимаю. Светлана. 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 Светлана.